так и снова всем здравствуйте мы продолжаем наш воркшоп по мастер-классу перфа и профилирование приложения с Алексеем Аргозином у нас была прекрасная первая часть где мы профилировали какое-то старое приложение которое парсит стек трейсы сделали аж четыре дампа и получили четыре ну что-то один флеймграф и три флеймграфа под авторством Алексея Аргозина будем всего сейчас продолжать на них смотреть выяснять что же пошло не так и почему предыдущая версия тормозила вот соответственно будем сравнивать перв флай рекордер и олдскульные варианты профилирования Леша все правильно понял пока да все правильно отлично так и давай пока ребята собираются мы ответим на буквально паре парочку простеньких вопросов тут был очень хороший вопрос мне понравился можно ли использовать перф на уже запущенном вроде приложении как все эти ключи gvm влияют на производительность приложения можешь ответить проблема как бы чтобы использовать его на уже запущенном надо чтобы эти ключи были включены их в рантайме к сожалению включить нельзя на производительность я не замерял но подозреваю что влияют они ровно никак потому что этот вот этот флаг презер фреймпоинтер он забирает у джит компилятора ровно один регистр общего назначения которых там по моему штук 30 в 64 битной версии в архитектуре md64 так что я думаю что никак проблемы на проде скорее могут связаны с тем что это рутовый доступ и так далее с точки зрения перфоманса в этом плане по моему перф наиболее безопасность что можно это самое придумать для профилирования процесса потому что он никак не взаимодействует собственно говоря самим процессом он там через средства ядра через через память делает все что он должен делать и через перф ивенты есть если я не ошибаюсь да да ну то есть он особо не работает именно в рамках процесса не в адресном пространстве никакой бы еще но в этом как раз его наверное и преимущество что перед остальными как это штуками которые вмешиваются в приложение ставят свои там барьеры какие-то да чтобы замерять сколько сэмплирующие не сэмплирующие другие профайлеры называется так ну хорошо еще там был вопрос про кубернетис но ты обещал в конце давайте про кубернетис мы в конце потому что там нюансы которых можно говорить долго а нет ну если что это в дискуссии продолжим ладно лишь тогда не отнимаю время поехали со второй части мастер-класса по профилированию с помощью перф для джавы окей давайте значит для тех у кого не запустился с gk выдают ошибку возможно проблема в том что ваша версия перф выдает текстовые данные в том виде в котором мой инструмент не умеет их парсить пожалуйста это самое попробуйте вот значит мы запускали вот такую команду то есть сдампить перф скрипт минуса и перф два дата файлик и прислать не в телеграме я посмотрю что там могло пойти не так вот актуальная версия имеет размер я в чатике написал вот к сожалению больше я текущий момент сделать ничего не могу возвращаемся к а покажи еще тогда версию версию перфа которая у тебя сделай пожалуйста перф дэш дэш вершин 5 318 я на моем компьютере 5.15 и она тоже в целом работала так что я думаю можно смело предположить что от 5.3 до 5.15 в целом все должно работать там могут быть нюансы не связанные с версией ладно в общем давайте это самое двигаться дальше итак значит мы у нас есть некоторый код который читает файл который зазипован и который работает не так быстро как нам хотелось бы его попрофилировали перфом получили такие красивые первые фэйм графы в двух вариантах мы попрофилировали его флайт рекордером и флайт рекордер у нас тоже показывает что у нас в инфлейт тратится 96 процентов времени мы попрофилировали его обычным сэмплированием но здесь получили 94 процента времени то есть перф считает что мы простите файл рекордер считает что мы 98 процентов вот опять же оговорюсь он считает так благодаря тому что современный перф еще сэмплирует на этих методов то есть например в восьмой яви картинка выглядела совершенно в случае перфа оторванной от действительности вот ну как бы прогресс не стоит на месте флайт рекордер тоже становится лучше в чем проблема в принципе все логично но на что можно обратить внимание вот у нас есть какая-то какой-то код написанный мною дальше он идет в дата стрим до дата input стрим read byte все логично а дальше он идет сразу в инфлейтер input стрим вот и вот этот вот момент он опытного человека должен заставить задуматься то есть это значит что мы из инфлейтер input стрима читаем по байтово это значит что на каждый байт мы делаем жилья вызов в библиотеку zlib и вот тут вот чтобы понять что происходит дальше нам как раз может помочь перф потому что мы увидим эту историю глубже значит инфлейт да действительно перф нам показывает другие цифры у него инфлейт 80 процентов времени выполнения потока но все равно много здесь мы видим уже фрейм внутри zlib и вот тут мы видим что zlib чтобы работать с памятью внутри java хипа и ему нужно эту память в очередь через примите for a critical вот у нас там чате возникла дискуссия вспомнили про джинай критиков это не совсем одно и то же джинай критиков это когда найти в код из java кода вызывается напрямую без использования там вот этих всяких трамплинов связанных с фпоинтерами здесь история другая здесь у нас нативный код должен в очередь память внутри java хипа чтобы с ним работать вот это немножко другая история но с точки зрения перформанса нам от этого легче не становится мы видим огромный оверхэд который это вызывает собственно говоря в этом-то вся магия то есть вообще говоря вот если посмотреть на исходники значит то root cause проблемы он вообще находится так сказать в конструкторе этого класса которого мы естественно у нас так прессе не видим который заключается в том что у нас здесь дата input stream создается напрямую вокруг инфлейтер input stream а фиксом к этому солюшену было добавление сюда в серединку баффер от input stream а сразу стало где-то в раз 80 быстрее что такого порядка величины вот в чем мораль то то есть в принципе глядя на тренированным взглядом на стек трейс поученный джавовскими профайлерами мы в принципе можем прийти к тому же самому выводу но глядя на данные перфа эти выводы напрашиваются немножко раньше чем наш натренированный взгляд разглядит весь стек вызовов видит что у нас по байтикам происходит чтение из инфлейт буфера и как бы одна ситуация когда это код который я сам написал и в принципе понимаю что я там на к это самое что от себя ожидать другое дело когда вам приходится профилировать чужой код который для вас вообще как чужая душа сплошные потемки хорошо извини лишь можно вот я здесь немножко вклинюсь у меня во первых мне кажется это очень важное такое замечание вот у меня первый коротенький вопрос смотри я смотрю на джи фаровский стек трейс и там мы видим вот inflator input stream read read и потом inflate а вот на стек трейсе перфа я чего-то такого не вижу там inflate inflate bytes bytes и дальше пошли в gni а это одна из наших следующих тем делась она все все очень просто в java у нас компилятор очень хорошо имеет инфо инвайнить и соответственно то что с точки зрения джава это несколько вызовов методов с точки зрения нативного кода это один жирный метод вот и в этом случае джавовские профайлеры они показывают весь логический стек трейс или как там его принято называть virtual frames соответственно перв такого не умеет и если сравнивать head to head стек трейсы перфа и например flight recorder то будут вот эти нюансы кроме того еще еще один нюанс на который можно обратить внимание вот здесь вот у нас educate dump parser выше него должен быть демораннер но в перфе мы видим здесь интерпрейтер это значит что класс вот этот метод демораннер run он не был скомпилирован legit-компилятором и поэтому код который выполняется на стеке это код интерпетатор внутри gvm соответственно перв по нему никакой информации не может получить что это за код и так далее то есть если код несколько не скомпилирован γ-компилятора мы будем видеть вот такие вот интерпрете интерпрета интерпрете которые нам особо не о чем не говорят благо если у нас проблемы с перформансным, то, скорее всего, весь интересный код был скомпилирован. Но может быть такое, что метод очень длинный, и он не будет вообще скомпилирован. Да, да, то есть если вы видите на это самое, как горячий участок интерпреттор, это повод задуматься. Что что-то пошло не так. Была какая-то бага, что все страны были в большом ифе, да, и из-за этого не компилировалось. Так, но главное, знаешь, ты сказал, собственно, как мы нашли, что мы посмотрели на первые нам эти выводы о том, что мы по байту высчитываем. Давай еще раз для слушателей, потому что я сам не могу сказать, что я прям на 100% готов повторить, как мы пришли к этому выводу, вот мы смотрим, и, собственно, на что нам нужно обратить внимание на этом графе, чтобы понять, что типа, ага, это потому, что мы на каждый байт пытаемся вызывать нативный метод. Ну, смотрите, как бы это частный кейс, как бы то, что случилось в моем коде, не случится в вашем. Давайте пройдемся по первым. Что мы здесь видим интересно? То есть да, мы видим, что у нас большая часть времени происходит где-то внутри инфлейтера. Это у нас 80% всех стекрейсов. Дальше мы можем посмотреть, что у нас есть внутри инфлейтера. Кстати, мы можем сделать в такую штуку, чтобы построить фрейм-граф исключительно с вот этого фрейма инфлейтера, агрегируя все, так сказать, то есть он у нас присутствует в фрейм-графе в нескольких видах, мы можем это все агрегировать и смотреть вот таким вот в виде зума. Что у нас происходит внутри? То есть у нас есть, очевидно, полезная работа, которая где-то должна быть в Zlib. Вот нам ее тут даже найти не так-то просто, потому что мы что-то только не видим. SavePointer и вот Zlib. Zlib. Так вот, там CheckInfoiter статус, хорошо. На самом деле здесь Zlib-то не работает, потому что мы уже все закомпрессировали, оно лежит в буфере Zlib в декомпрессированном виде. Мы просто оттуда байтик читаем, но чтобы этот байтик почитать, нам надо там статус проверить, memory залочить, прочитать, разлочить и так далее. То есть мы видим, что тут, собственно говоря, Zlib-а, наши полезные нагрузки практически не происходит. А, вот есть Inflate. Да, вот как бы у нас 3% на Inflate, 6% на CheckStatus, ну то есть максимум 10% работы Zlib-а. Что остальное? Остальное мы видим, что здесь GINA, ReleasePrimitive, и так далее. То есть куча оверхэда. Откуда может взяться оверхэд? Ну, очевидно, что, наверное, как бы мы не первые, кто пользуется Zlib-ом, и каких-то таких критических проблем -то быть не должно. То есть значит мы используем ее не так. А дальше надо уже, так сказать, смотреть, как мы ее используем. Вот. Ну, то, что проблема в том, что нету байт-буфера, естественно, перв вам не скажет. это не его задача, но мы здесь четко понимаем, что как бы КПД использования Zlib-а у нас здесь исчезающий маленький. Вместо этого у нас есть какой-то другой оверхэд, и как бы надо копать именно в этом направлении, а не пытаться, например, заменить Zlib чем-нибудь модным и молодежным. Каким-нибудь, не знаю, что там сейчас, STD. я просто хотел вот именно вот этот мыслительный процесс, чтобы у нас мастер-класс, чтобы вот еще раз он был четкий и понятный для всех слушателей. Спасибо большое, давай продолжай. Хорошо, давайте продолжим. Текущий пример мы можем давать. Мы сейчас продолжаем со второй части, пункт 12. В принципе, на самом деле, мы сделали за сегодняшний семинар главное. Мы запустили PERF, мы построили отчеты в разном исполнении, поняли, как бы, как все это выглядит, что надо включить в GVM, чтобы понимать данные PERF. Программа минимум выполнена, а за оставшееся время я попробую успеть показать еще несколько нюансов. Значит, сейчас мы сэмплировали в режиме Cycles, то есть есть тактовые такты процессора, частота их переменная, соответственно, сэмплирование происходит по вот этим вот тактовым циклам. Чем больше наш процесс тратит тактовых циклов, тем больше стактрейсов мы получим. Но на самом деле сила PERF в том, что он может сэмплировать по очень-очень-очень широкому классу ивентов. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот. список очень длинный, он будет отличаться в зависимости от того, на виртуалке вы, на невиртуалке, если вы запустите без суда, будет другой список. Соответственно, как бы есть ивенты хардверные, циклы, кэш-миссы, бренч-миссы, можно тестировать где-то по инструкциям, а не по циклам. То есть, понимаете, один тактовый цикл это не то же самое, что одна инструкция. Инструкция может занимать больше тактового цикла в один такт. вы активно работаете с данными на диске, с данными отображенными в память. соответственно, по всем этим ивентам мы можем посемплировать и получить такой же фейнграф. Давайте на эту тему проведем небольшую демонстрацию. Значит, во-первых, работает ли у вас режим семплирования по бренч-миссам? так. Как видите, у меня все работает. И в терминале для примеров запустим следующий пример. Это тринадцатая команда значит, как обычно находим PID. Так, вот оно positive sumbench. Записываем этот PID в переменное окружение. Давайте сейчас запустим профайлер и я расскажу, что это за benchmark и запускаем perf шаг 14. Так, что пошло не так? Export it я PID неправильно записал. Такое бывает. Итак, это очень простой пример. Создается массив и мы считаем сумму положительных элементов. Ну, на самом деле не совсем сумму, тем не менее. и мы это делаем по двум копиям этого массива. Одна как есть, случайно заполненные числа, другая отсортирована. То есть, соответственно, отрицательные идут в начале, положительные идут в конце. Если мы посмотрим на output этой команды, мы видим, что у нас время суммирования по сортированному массиву в несколько раз меньше, чем время суммирования по несортированному. Вот такой парадокс. Казалось бы, один и тот же код делает то же самое, но из-за того, что данные разные, у нас получается большая разница. Я предполагаю, что у вас она тоже будет получаться, хотя JIT-компилятор иногда показывает чудеса сообразительности. Итак, PERF получили, данные PERF получили и сразу сделаем то же самое, но теперь мы добавили вот такой вот ключ минус E branch miss, то есть мы из профилирования по циклам переключили PERF в режим профилирования по ошибкам предсказателя переходов. В принципе, вот этих вот ивентов можно здесь через запятую указать несколько, но работа с такими файлами сомнительная. Скрипты Брэндона Грега, они берут первый тип ивента, который попадает в файл и все остальные игнорируют. В SGK можно через параметр указать, какой тип ивента вы хотите заэкспортировать из данных PERF и, соответственно, работать по нему. Сразу строить какую-то визуализацию по разного типа, по ивентам разного типа, это занятие неблагодарное и бесперспективное. Окей, хорошо, теперь у нас есть два файла, PERF3 и PERF4, которые профилируют одно и то же приложение, но в разных режимах. Чтобы видеть Java код, соответственно, генерируем PERF мап. Отлично. И теперь я открою просто средствами PERF, первый файл. Что мы видим? Вот у нас поток основной, который работал, значит, тут у нас какие-то интерпретации, интерпретация, и вот, собственно говоря, два метода. Positive sum unsorted и positive sum sorted. Они абсолютно один и тот же код, просто я его специально скопипастил, чтобы было видно в стектрейсе, и вот мы видим, что в принципе результаты по циклам они коррелируют со временем. То есть у нас positive sum unsorted, он действительно получается во сколько? В 8 раз медленнее, чем суммирование сортированного массива. Почему так получается, по сути? Потому что у нас при суммировании есть условия, соответственно, в зависимости от того, условие выполняется или не выполняется, надо выполнять либо один код, либо другой код. Поскольку процессор должен заранее декодировать инструкции, подготавливать их и так далее, он может работать только с одним бринчом. Есть отдельная подсистема, которая предсказывает эти переходы, и если это предсказание оказывается ошибочным, то происходит откат конвейера, соответственно, декодирование другого адреса, это очень большой импакт с точки зрения эффективности работы процессора. Теперь давайте я вот специально в другом окне запущу результаты данного второго файла, который мы делали по бренч-миссам. Открываем, видим, в принципе, то же самое, ну и ожидаем результат, что все бренч-миссы у нас оказываются в ветке несортированной, а ветка, которая сортированная, в ней бренч-миссов нет, потому что у нас код на условия выполняет одно и то же. Да? Да, можно я уточню, что первые получается, вот первые три отчета нам, получается, сказал просто, что у нас очень долго выполняется вот этот метод позитив сумм ансорта, да? А второй нам уже сказал, что именно мы уже узнали, что он выполняется долго из-за того, что там много бренч-миссов. Да, совершенно верно. То есть у нас есть реальность данная в ощущениях. Сумма по сортированному массиву делается быстрее, чем сумма по несортированному. Это мы видим в виде прямых измерений, собственно говоря, замеров времени выполнения. Вот, запускаем профайлер, видим то же самое. То есть, например, если бы у нас там какие-нибудь слипы были, ситуация была бы другая. Если бы у нас там были проблемы с виртуальной памятью и пейджфолты были, ситуация была бы другая, потому что PERF видит только, ну, вот в этих режимах, видит только тот код, который выполняется. То есть тот код, который висит на сокете, он его не видит. Это, кстати, большой челлендж, но это другая история. Вот, то есть по сайклам мы, в принципе, видим то, что, ну, как бы мы подтвердили, что код действительно работает медленно. Профилирование правого бренч-мисом дает нам идею, почему он работает медленно. Он говорит, что вот у нас как бы именно использование процессора происходит неэффективно. Это тонкий инструмент, то есть как бы чтобы им пользоваться, надо очень хорошо понимать, что вы, в принципе, делаете. наверное, то есть, ну, вот я этим режимом пользовался, когда там это самое, тюниву структуры деревьев в памяти, вот, чтобы понимать, работает у меня это самое предсказатель переходов, или я что-то делаю не так. То есть, прежде чем лезть вот в такие нюансы, надо как бы иметь какую-то гипотезу, которую вы проверяете, то есть уже какие-то подозрения иметь заранее. Но в этом, но зато как бы Перф нам дает объективную оценку, исходя из той статистики, которую собирает процессор, что у нас происходит реально в рантайме. Это крайне полезно, это в принципе другие тулы вам дать такой детализации не могут. С другими ивентами рекомендую вам потренироваться как это самое в качестве домашнего задания, но вот в частности на этих самых, на задачах обработки больших данных частенько бывает актуально посмотреть, что у нас происходит с пейджфолтами, что у нас происходит по подгрузке страниц и так далее. Но как бы повторюсь, что туда надо лезть уже как бы не в первый день изучения проблем, а когда вы уже так сказать понимаете, что у вас происходит, где у вас приблизительно bottleneck и уже разбираетесь с деталями. Хорошо. С этим примером у нас все, мы его можем остановить. и движемся дальше. Часть 3. Сейчас мы немножко попрофилируем саму GVM. Запускаем пример по пункту 17. находим PIT. Где он у нас тут? 6, 6, 13. Так, сразу я вот из пункта 18 запускаю две команды по порядку. В этом примере происходит своеобразная работа с памятью и он демонстрирует нагрузку, которая создает использование finalize методов с точки зрения работы сборщика мусора. В принципе, вот эта патология, которую демонстрирует этот пример, она обнаруживается анализом логов сборщика мусора, либо анализом через Java Flight Recorder диагностических ивентов, связанных со сборщиком мусора. Посмотрим, чем нам в этом плане может помочь первых, учитывая, что, соответственно, никакой GC-диагностики у нас не включено. Построим frame-graph, используя две команды из пункта 19. И потоки. Так, что мы видим? Сейчас у нас включены все потоки и мы отчетливо видим, что у нас вот здесь вот мы видим thread main и так далее. То есть, что-то у нас происходит в нашем коде. Мы его видим. А вот здесь вот мы видим явно своего кода мы не видим. Мы видим вещи, связанные с JVM. То есть, где-то половина ресурсов CPU у нас уходит в какие-то вещи, связанные с JVM. Давайте фильтранем по по потокам, связанным с сборщиком мусора. Значит, это у нас JVM потоки. Это у нас GC потоки. Вот. Соответственно, таким образом выделили пул потоков, который нам интересен и можем посмотреть, что у нас там происходит. происходит здесь как бы много всего интересного и непонятного. На что можно обратить внимание? То, что вот у нас как бы если мы начинаем пристально смотреть на всю эту историю, в какой-то момент мы видим вот этот вот чудесный фрейм refprog phase3 task, который занимает 70% времени. то есть в принципе даже если вы ну то есть тут конечно это самое, тут конечно есть нюанс, если вы совсем не понимаете про то, что там делает сборщик мусора, то наверное этот фрейм вам особо ничего не скажет. Но если у вас более-менее есть представление о том, что происходит во время сборки мусора, как бы проблема только в том, что вы забыли включить логирование и так далее, или просто не думали, что проблема со сборкой мусора, то это должно вас натолкнуть, что как минимум как бы refprog processing, значит что-то мы делаем с reference processing, и тут мы дальше видим, что это процесс final keep a life work, то есть это что-то связанное с final, в принципе какие-то идеи дает, то есть root codes вы здесь не увидите, там уже желательно все-таки включить сборщик мусора, чтобы видеть сколько референсов реально процессится каждый цикл сборки мусора, как часто происходит и так далее, но по крайней мере перв дает вам толстый намек, что вот в том направлении надо дальше поинвестигировать, и это происходит нередко, то есть здесь я привожу пример со сборщиком мусора, другой пример, который я приводил в статье про использование перфа, ссылку я дам, там была проблема в том, что в зависимости от того, какого размера массив вы авоцируете, код авокации либо инвайнится в GIT скомпилированный код, и тогда flight recorder его видит, либо вызывается через процедуру внутри GVM, и тогда Java flight recorder его вообще не видит, не видит его даже как native код, потому что native это только вызовы через GNI библиотек, а там происходит именно вызов внутри процедуры GVM, и результаты Java flight recorder оказываются сильно смещены, а в перфе вы как бы картину видите объективно, то есть да, здесь у вас что-то происходит в Яве, а здесь вы внезапно видите, что в таком-то методе Ява у вас там какие-то самые полезные горбы вызовов внутри GVM, чтобы там underscore new array подобного вида вещи. Вот в этом плане перф как бы полезен для того, чтобы перепроверить объективность сэмплирования каким-нибудь более аккуратным методом вроде Java flight recorder. гидро. Хорошо. Такой момент. А мы можем на общей картине увидеть вот эти горбы как-то? Ну, у меня здесь это самое. У меня этого примера нету, я его исключил, я хочу по времени. Есть это самое, есть статья, в которой вот этот кейс описан. То есть можете потом по ссылке пойти на блок Либерики и там как раз кейс вот этой вот проблемой авокации. Сам кейс мне, кстати, прислали после одного из вебинаров с вопросом а что за ерунду мне показывает Java flight recorder? Понятно. у меня такое получается, что вот мы пришли и вот у нас какой-то есть flying recorder, да, и потом мы вот магическим образом доздали вот эти вот 11 тредов, которые мы хотели посмотреть. Ну, не магическим образом мы как бы смотрим на треды, связанные со сборщиком мусора. Почему мы туда смотрим? Потому что если мы смотрим на все треды, мы видим, что там какая-то движуха происходит. Окей, мы можем сделать это по-другому. Мы можем, мы видим движуху, убираем наш убираем наш джавовский поток. Вот. Таким образом. И мы видим движуху, ну, здесь один джавовский поток, если бы их было несколько, мы бы точно так же по именам убрали бы то, что мы сошли джавов, мы видим всю движуху, которая происходит вне джавовских потоков. В принципе, эффект тот же самый. Вот. Ну, как бы алгоритм действия я, к сожалению, дать не могу. Тут есть некоторая сноровка, тренировка и так далее. Вот. Я могу показать, как работают инструменты и как я ими пользуюсь. Хорошо. Давайте двинемся к последнему примеру, чтобы уже окончательно перейти к вопросам и дискуссии. Так. Значит, опять же, пример останавливаем. 20, часть 4, пункт 20, запускаем наш криптобенч. Значит, сейчас мы, наверное, сразу быстренько пройдем через два этапа и потом уже будем сравнивать. Этот пример считает скорость вычисления MD5 хэшей. пункт 21, тут сразу три команды, соответственно, одна вызывает файт-рекодер, другая параллельно с ним вызывает perf, чтобы мы, опять же, лишний раз не ждали. Запускаем все это вместе. так, первый дамп сняли. Строим фвм-графы. Пункт 22. построили. Давайте я сейчас не буду их открывать, мы потом сразу сравним их все вместе. В чем суть? Суть как раз в... точнее, не совсем в этом, в том числе в... в... Ладно, давайте это самое, давайте откроем и будем сравнивать. Чего мы до сих пор не делали? Есть в Java такой вот чудесный флаг debug non-save point, который меняет детализацию отладочной информации, которую генерирует компилятор. Мы им до сих пор не пользовались, хотя это такая модная тема с точки зрения профилирования. И сейчас станет ясно, почему мы им до сих пор не пользовались и вспомнили про него только сейчас. Давайте остановим пример, запустим вариант с debug non-save point. Что такое? Видимо, опечаточка небольшая, пробел надо поставить. О, как так? О, так, да, аж две опечатки. Да, прошу прощения, debug non-save point с пробел. находим пид, записываем его. И, в принципе, дальше делаем то же самое. здесь последний пункт два четвертый, здесь все шесть команд с копом, на выходе мы получим два фейнграфа. Пока этот процесс у нас пошел, давайте я открою фейнграфы, полученные на предыдущей операции. так. Коллеги, прошу прощения, тут опять опечатка вкралась. Значит, в первых трех командах надо поменять имена файлов с perf6 на perf7. То есть Java Flight Recorder у нас будет писать perf7.jfr работает с файлом perf7 в двух местах надо поменять. Так, пока это все происходит, можем открыть файлы perf6 и perf6 jfr. отфильтруем потоки, ставим main в обоих случаях. В случае perf7 у нас Java называется. Чем интересен вот этот первый вариант Java Flight Recorder? Тем, что если верить Java Flight Recorder сейчас у нас большая часть времени 60 проходит в методе 2HackString. То есть мы там считаем MD5 сумму, криптография, но почему-то больше всего времени тратим в 2HackString, что выглядит сомнительно. С точки зрения perf7 мы вообще мало что видим, что в общем не то чтобы удивительно, потому что криптография оказывается сделана достаточно эффективно. И собственно говоря, мы там не увидим. Это один из тех примеров, когда как бы perf нам показывает не очень много информации. так откроем теперь perf7 и perf7 jfr html так их надо еще сделать все последние три команды из пункта 24 копирую все получил файлы, которые нам нужны. Опять же фильтрую потоки. perf6 и perf7 сравниваем между собой, но разницы никакой нет, то есть у нас есть некоторые погрешности по сути. То, что мы вот здесь видим этот столб, а здесь мы видим его чуть меньше. Это можно сказать погрешности в этом никакой особой логики найти нет. Никакой особой логики нет. А вот если мы сравниваем jfr и jfr с включенным debug non-save point, у нас ситуация поменялась очень сильно. В частности, мы тут внезапно видим, что кстати, тут тоже вопросы качества ассамплирования. Я не уверен, что результаты, которые показывает jfr, они соответствуют истинно с точки зрения использования памяти. Это как раз тот кейс, когда perf нам позволяет, даже несмотря на то, что у него детализации не хватает, позволяет нам сделать дабл-чек какой-то. Если мы здесь видим сервис провайдер new instance занимает 5%, а в jfr где у нас сервис провайдер new instance где у нас тут? Ладно, кстати, может быть в этом нет проблемы. в любом случае этот пример демонстрирует немножко другое. Что такое, что делает нон-дебаг сайфпоинт, почему он важен для Java Flight Recorder? Предполагай, ну то есть в нормальной ситуации у нас стактрейс может быть построен только на сайфпоинте. Сайфпоинты могут быть в дискретных частях кода. То есть если у нас есть какой-то цикл, в котором не вызываются другие методы, то в нем сайфпоинта быть не может. Там могут быть какие-то заинлайненные методы, которые заинлайнены, причем делают что-то тяжелое, но никакой символной информации по этим методам, по этому коду JIT компилятор не будет сохранять и соответственно картинка, которую нам показывает Java Flight Recorder, который не использует сайфпоинтов, который сэмплирует по-другому, она будет очень сильно искривлена за счет того, что не хватает детализации именно маппинга символов. Когда мы эту детализацию включаем, у нас все становится интереснее, мы видим намного больше виртуальных фреймов, чем до этого, особенно в хорошо оптимизированном коде вроде криптографии. Почему мы не делали этого для перфа? Потому что это в первую очередь влияет именно на виртуальные методы, которые перф и так не видят. Перф видит фреймы. На любой точке, где у нас формируется в GVM кадр стека, у нас в любом случае может быть сейфпоинт. То есть там гарантированно есть отладочная информация. Поэтому конкретно нон-дебаг сейфпоинт для перфа практически картины мира не меняет. Указывать его можно указывать, можно не указывать. Опять же возвращаясь, зачем нам тогда в этом случае, чем нам может быть полезен перф, если он не видит этих деталей. Он нам может быть полезен для того, чтобы провести кросс-валидацию. То есть если мы видим какой-то условный предполагаемый bottleneck в Java Flight Recorder, мы можем провести проверку, как бы видим ли мы похожую картину хотя бы на более высоком уровне в перфе. Но конкретно в этом случае перф не видит совсем практически ничего, что в принципе нам говорит о том, что это хорошо оптимизированный код внутри GVM, который полировали и полировали и с точки зрения перфа там просто выполняется сложный код и в принципе не сильно более того. Окей, на этом программа моего семинара закончена. Надеюсь, теперь вы научились запускать перф и если вдруг возникнет такая необходимость сможете эти знания применить. В качестве заключения давайте специально подведем некоторый итог. Что мы узнали? Linux перв, плюсы и минусы. Первый минус это Linux, второй минус это рутовый доступ. Это сильно ограничивает. Отдельная история с контейнерами. нет поддержки виртуальных фреймов. Для определенного типа кода это достаточно критично, но тоже надо понимать, что виртуальные фреймы они на то и виртуальные. Там вот уже верить сэмплированию может быть чревато, потому что там могут возникать другие нюансы. С другой стороны он эффективен, он нам показывает сквозную диагностику и Java, и виртуальные машины и в принципе ядра. Можно если немножко постараться еще подключить символ ядра и видеть, например, если бы у нас был какой-то сетевой стек и так далее, мы могли видеть еще интересные вещи, которые происходят в ядре. Я этим на практике не занимался, но знаю, что это работает. Hardware counters. Инструмент специфический для профессионалов не используйте это дома, не пытайтесь повторить это дома, но очень эффективный, очень мощный. То есть альтернатива использованию перфкоунтеров это делание кучи бенчмарков с различными параметрами, чтобы нащупать какие-то границы, какие-то особенности поведения вашего кода на реальном микропроцессоре. Работа с ивентами виртуальной памяти, пейджфолты, подгрузки из дисков и так далее. Работа с ядром. То есть в целом перф все-таки для как бы скорее для изучения проблем именно на стыке операционной системы и Java либо такого высоко оптимизированного производительного кода. Spring наверное первым я не пробовал, но подозреваю, что наверное будет некомфортно разбираться. Java Flight Recorder у него куча нюансов с тем, что где он видит, где не видит. Всегда надо помнить, что вот здесь он видит, здесь такие фреймы, здесь native фреймы, здесь рыбу заворачивали. Это соответственно сильно искажает качество сэмплирования. и поэтому я говорю, и вот когда я вижу вот эту картинку полученную Flight Recorder я не готов сразу в нее верить, надо как минимум это самое. То есть если она дает мне какие-то гипотезы, их надо перепроверить какими-то косвенными методами, потому что он может показывать вещи сильно несоответствующие действительности. Из плюсов. Работает с коробки, работает везде. Здесь нам не надо никакой дополнительной подготовки JVM. Достаточно эффективен. Java Flight Recorder умеет делать сэмплирование по локации памяти. Очень полезная штука для Java, соответственно, это не та память, с которой работает Linux Perf, это память именно HIPAA. Крайне полезно. Кроме того, отдельный функционал для работы с IEO, контеншином и так далее. В принципе и в Flight Recorder и в Perf есть надо понимать, если у вас код CPU bound, это одни методы исследования, то есть сэмплирование и так далее. Если у вас код IO bound, это другие методы исследования и в Java Flight Recorder и в Perf. Помимо сэмплирования, там есть много другой интересной диагностики, но это за рамками дневничного семинара. Наконец, традиционное сэмплирование стэк-дампов. Достаточно большой верхед. все биосы, которые придумали докладчики на перформанс-конференциях по Java, они все относятся к трэц-дамплингу, сэйф-поинт, биос, в общем, все, что можно, все очень плохо, но на самом деле работает очень хорошо. Вот если у вас есть спринговое приложение, вы натравливаете на него стэк-дамплинг и в принципе через какое-то время вы понимаете, то ли вы ждете где-то ждете данных из базы данных в GDBC вызовах, то ли у вас там JSON парсится безумное количество времени, то есть вот такого рода идеи вы получаете достаточно быстро, повторюсь, как бы с точки зрения перфа, парсинг JSON это одни методы исследования, данные из базы данных это другие методы исследования, надо понимать, что именно вы ищете. Опять же, никакой подготовки к GVM и собственно говоря, у нас сэмплирование идет по календарному времени, независимо тратим мы ЦПУ, не тратим, как бы спят потоки, не спят, они сэмплируются. В случае с перфа по дефолту мы сэмплируем только те потоки, которые находятся на ЦПУ и в принципе там особо других вариантов нету. Я знаю, что асинг профайлер, который базируется на перфе, там как-то это самое сделан в sampling, но я до туда еще не дошел. Асинг профайлером я сам пользоваться не доводилось. Ну и собственно говоря, за счет того, что при обычном сэмплинге у нас распределение сэмпов достаточно предсказуемое, меньше шансов попасть в какую-то ловушку интерпретации, хотя опять же сейфпоинт бизнес никто не менял, то есть при сэмплировании ну кстати при сэмплировании тратдампов мы что-то похожее на перф на самом деле получим, он будет отличаться от ватер-кодера. Окей, значит что у нас со временем, мы еще можем какое-то время пообщаться, ответить на вопросы по трансляции? Так, нет, давайте пару минут мы как раз по вопросам пройдемся. Да, вопросы, ну вот не знаю, мы хотели обсудить кубернетис, докер и так далее, ты частично ответил. Кубернетис, докер работает, потому что кубернетис и докер как бы это не виртуализация, это некоторая хитрая суперпозиция костылей в ядре, которая делает вид, что это виртуализация, но на самом деле ничего общего с ней не имеет, поэтому вы можете профилировать, вы можете запускать опять же с некоторыми нюансами, там подкрутками и так далее, из докера вы можете с хоста профилировать перфом то, что запускается внутри докера, нюансы, нюансы с файловой системой, то есть если вы, например, с хоста хотите профилировать то, что у вас лежит в контейнере, вам надо сделать маунт, чтобы вот тот файлик с символами, который генерирует JVM, он попал в ту же самую папочку темп, которую будет использовать перф при интерпретации результатов, либо вам надо руками этот файлик скопировать, то есть в принципе работать будет, но вот такие нюансы будут заставлять вам неудобства и заставлять обращаться к гуглу. А вот то, что мы делали дебаг символы с G-команд? Это, как ни странно, в современных JVM с контейнерами работает из коробки. По крайней мере с C-группой мы V1, если у кого-то уже контейнеры на C-группе V2, я не уверен, что GVM вторые C-группы умеют правильно работать, потому что контейнеры это жуткая суперпозиция к стеле, и там код, который написан, чтобы вот это J-CMD работало через барьеры контейнеров, на это без слез смотреть страшно. Такие хаки, чтобы как-то это заставить работать. Я сочувствую людям, которым приходится отписать. А глобально мы просто берем, делаем PS на хосте, находим пит внутри контейнера. Не PS, наверное, лучше через J-CMD. Она показывает, то есть современная J-CMD с современным ядром и современным контейнером, она показывает процессы в том числе внутри контейнеров с хоста. понятно. Я понял. Сейчас через J-CMD находим как раз этот пит и прокидываем все. Да, ключевой момент современный, потому что мне на практике, например, приходилось до сих пор жить с седьмым Red Hat, на котором не работает. Простите, ядро старое. Если у вас все более-менее современное, там это пропилено напильником и работает. Понятно. Ну, в общем, будем encourage людей обновляться до современных версий, использовать современные тулы и стараться обновлять свой легоси. Ладно, спасибо большое, Леша. Я думаю, это был прекрасный доклад. Я надеюсь, у нас будет еще не менее отличная дискуссия. Я думаю, отлично пообщались. Приходите в дискуссию. Вот. профилируйте и используйте. Ждем. Очень надеемся, что вы оцените наш доклад по достоинству. Ждем ваши фидбэки и ждем вас в дискуссии. Всем спасибо. Всем спасибо. Тем, кто видит эту запись, я с вами прощаюсь. А тем, кто вживую, соответственно, жду вас в дискуссионной зоне. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok